44 миллиона денег в рублях было изъято в ходе обысков, как у обызов в служебном кабинете, так и у других фигурантов. 10 700 евро, 29 500 долларов США. Также было изъято очень много золотых украшений у всех участников преступного сообщества. Почти у каждого было не по одному автомобилю, дорогостоящему свыше 1 миллиона рублей, в том числе и новому, купленному практически перед задержанием. Земельные участки, квартиры, гаражи. Всем этим добром владел экс-чиновник Владимир Бызов и его сообщники. В следственном комитете не скрывают, очень много времени ушло только на оценку дорогостоящей недвижимости. Сложив все суммы, даже опытные следователи были шокированы. Владимир Михайлович воздержался от комментариев по этому поводу и никак не объяснял, откуда это. Ну, как бы следствие установило, что очевидно, денежные средства в том количестве, в котором были они у него обнаружены, они не сопоставимы с его официальными доходами и, соответственно, получена достаточно доказательственная база о том, что они добыты именно преступным путем. На том фоне, что вот у нас здесь творится, где в муниципалитетах до последнего времени не были выплачены заработные платы, люди сводят копейки, значит, детей не могут отправить в школу и купить им надлежащую там одежду. А некоторые вот такие субъекты у нас, значит, позволяют себе такое. Говорили сегодня и о других коррупционерах. В этом году под уголовные статьи попали не только чиновники. В черном списке – врачи, сотрудники органов внутренних дел. В основном брали, либо давали взятки, совершали коммерческий подкуп, превышали должностные полномочия. За прошедший год, в 2018 году, количество поступивших обращений в следственное управление, сообщений о преступлениях коррупционной направленности увеличилось и фактически увеличилось больше, чем наполовину. Государству причинен ущерб на 178 миллионов рублей. К примеру, в 2015 году эта цифра составила всего 8 миллионов. Рост в 20 раз. Кстати, возмещать эти средства, как и в деле Бызова, будут за счет самих коррупционеров, ареста и продажи имущества. Сегодня руководители Следственного комитета Хакайси еще раз призвали жителей республики не оставаться в стороне и сообщать о фактах коррупции, к примеру, по телефону доверия, анонимно. Ольга Камзылакова, Станислав Колчунаев, РТС.